Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью, занимаюсь тем, что обучаю, как с помощью мышления влиять, менять свою жизнь. И сегодня мы поговорим с вами на тему, давайте я напишу сейчас, синдром перфекциониста. Сегодня хочу посвятить эту тему тем людям, которые, знаете, самые умные, самые красивые, самые лучшие, но при этом все никак не могут либо что-то начать, либо с чего-то сдвинуться, либо страдают такой проблемой, что если я не могу сделать это лучше всех, то я не буду браться за это вовсе, да, я буду находиться в подготовительном вечном периоде. И сегодня я хочу поговорить о том, как наша голова, наша, да, что-то там неправильно написано, перфекциониста, неважно, сложно было написать, разговаривая. Короче говоря, мы поговорим с вами о том, как убрать вот эти вот наши барьеры, которые мешают нам двигаться, мы поговорим о том, почему они у нас возникают вообще в нашей голове. Ну и я очень надеюсь, что результатом этого станет, нашей беседы станет то, что у вас какие-то оковы упадут. Поделюсь с вами личным опытом, потому что, пожалуй, наверное, это самое главное, что может делать человек, делиться своим опытом, своими успехами, потому что рассказывать теорию, это, конечно, классно, но нужно давать какие-то предметные рекомендации. Боже, что ты еще мой мозг утром немножко тупит, давай, мозг, настройся. Значит, смотрите, вообще, что такое перфекционизм? Это когда я хочу сделать лучше других, когда я очень сильно нацелена на результат, но бывает такой ряд перфекционистов, которых это мотивирует, они постоянно действуют, и вот это, знаете, такая, ну это тоже, мне кажется, какое-то нервное расстройство, я из таких, которым постоянно мало, они все время повышают свою планку, да, то есть постоянно, вот ты только что-то достиг, ты тут же на себя смотришь и думаешь, нет, это все плохо, значит, начинаем сначала, и это постоянный такой рост. Типа, с одной стороны, это очень классная история, потому что ты находишься в постоянном движении, с другой стороны, ты не умеешь наслаждаться, то есть в тебе отсутствует наслаждение, в тебе отсутствует вообще жизнь как бы в моменте, да, то есть получается, что, смотрите, мы все время в свою жизнь представляем, как я нахожусь в этой точке, хочу попасть в какую-то другую, и нам кажется, что, когда я попаду в эту другую точку, достигну какой-то своей цели, да, неважно, там, открою бизнес маленькое, сделаю пост, вот тогда я буду счастлив, но сталкиваемся-то мы с вами с чем? Мы попадаем в новую точку, а счастье там не обнаруживаем, да, то есть нас там не ждет там с фанфарами, с трубами, да, типа вау, нет, то есть мы как бы попадаем и очень часто сильно начинаем разочаровываться, потому что мы все равно недостаточно сильно хороши, было у вас такое, когда вы, например, что-то очень сильно хотели сделать, неважно, например, вы хотели сделать выступление, вы хотели написать какую-то книгу, пост, в общем, вы это делаете, и в итоге вам говорят вокруг, вау, ты такой молодец, ты такой сидишь и понимаешь, что ты совсем не молодец, и ты начинаешь об этом говорить, это, кстати, у девочек проявляется даже тогда, когда ты, например, мужчина делает тебе комплимент, говорит, ты так хорошо выглядишь, а ты ему говоришь, нет, я нифига не хорошо не выгляжу, да, то есть у меня тут ты не видишь, у меня тут прыщ, у меня жопа еще больше, чем нужно, да, у меня не такой плоский живот, как я хотела, ну, то есть это вот, вот это какая-то история, то есть это наша как бы первая проблема, неумение наслаждаться и получать кайф, то есть это в принципе то, над чем нам нужно работать в данном случае, потому что если мы с вами постоянно находимся в беготне и при этом ничем не можем насладиться, то это говорит только о том, что мы вообще и никогда и не будем, то есть мы живем в иллюзорном мире, в котором себя обманываем, а соответственно наша жизнь какая-то немножко не окей, да, ну, то есть представьте, что получается, что вы всю жизнь за чем-то бежите и никогда этого не получите, но это уже само по себе как бы не очень. Второй момент перфекционистов, это перфекционисты, ну, давайте как это так назвать, ну, короче, которые из-за своего внутреннего перфекционизма вообще ни хрена сделать не могут, то есть настолько боитесь, что не будете первыми, что даже не можете попытаться. Например, вы думаете, все, пора вести инстаграм, там, пора вести что-то, вы заходите в инстаграм, видите, как много людей уже что-то делают, ваши конкуренты, и вы думаете, ну и что? Вот у него там столько-то подписчиков тысяч, у него там уже там такая аудитория, а я? А что я? Что я должна сделать сейчас, чтобы стать лучше? И все, вас это стопорит, поставьте плюсики, пожалуйста, кому это сейчас знакомо. То есть вы не можете что-то начать делать, потому что вам кажется, что уже все. Уже, знаете, все ячейки заняты, уже ничего не сделаешь, и какой смысл позориться, какой смысл пытаться, ну, в общем, вот эти все вещи возникают. И это на самом деле очень такая серьезная история, потому что, видите, есть такие люди, потому что мы из-за этого, причем на разных уровнях, на разных уровнях, вы можете так думать о себе, на каком бы уровне вы не находились, это еще один такой момент. Потому что, помните, есть такое выражение, оно очень правдивое, что всегда есть кто-то там лучше, у кого больше и так далее. То есть смотря с кем себя сравнивать, мы же все время кого-то себе подбираем, и на каком бы уровне вы не находились, всегда будет кто-то, у кого будет чего-то там больше и лучше, и так до бесконечности. В общем, я со всем этим жила. Я не могу сказать, что я сейчас, наверное, без всего этого живу, но я со всем этим жила. И я поняла одно, что для того, чтобы с этого сдвинуться, нужно развивать себе другие качества. То есть не сосредотачиваться на своих страхах перфекционизма или на знании о том, что такое перфекционизм, а разрабатывать и развивать, наверное, развивать слово лучше, развивать в себе те качества, которые помогут мне не обращать на это внимания максимально, насколько это возможно, просто не обращать внимания. И поэтому сегодня дам вам несколько таких прикладных вещей по работе со своей головой, потому что, как вы понимаете, эти страхи, барьеры и ограничения точно лежат в нашей голове. Первое, что я вообще обычно делаю, я сужаю свой мир до себя. То есть я стараюсь в момент, когда я хочу поработать с собой, я понимаю, что если я буду себя сравнивать со всем миром, то мне лучше не начинать. А если я возьму просто свою жизнь за основу себя, то есть свою картину, свой личный путь, то моя задача, значит, каждый день улучшаться для самой себя, не сравнивая себя с кем-то. А, например, вчера у меня не было ни одного поста, а сегодня появилось два поста. Вчера у меня не было ни одной фотографии, а сегодня появилось три фотографии. Вчера я не сделала ни одного упражнения, а сегодня я позанималась полчаса. То есть, понимаете, как бы первое, что вы должны сделать, это сузиться до себя, просто отключить себя от любых сравнений и понять, что единственный ваш способ двигаться, это сосредоточиться на себе, то есть не смотреть по сторонам, не по конкурентам, не по друзьям, не по подружке. У меня раньше была такая тема, я плотно дружила с одной девочкой, очень сейчас известной певицей. Вот, и я помню, как я с ней сравнивалась, мы учились вместе в университете, и я с ней все время сравнивала себя. Типа, знаете, она была на курс один старше меня, и я смотрю, вот, она уже появилась в таком-то эфире. Мы учились на факультете ведущих телевидения, она уже появилась в таком-то эфире. Ее уже показали три раза. Я такая, ну блин, ну типа, а меня показали один раз, но я же на курс меньше. И я все время с ней пыталась как-то сравниться, и меня это доводило до каких-то безумных вещей, потому что в какой-то момент у нее произошел очень сильный квантовый скачок, а я сидела, смотрела на нее и понимала, что, ну, я хочу туда, где она, да, то есть я хочу не на свое место, а туда, где она. Вот, давайте, это классная тема, кстати. Что надо понимать? Вот для того, чтобы мы вообще могли двигаться, нам нужно свой мозг причесывать, нам нужно для себя выставлять свою собственную картину мира, свое собственное представление, да, вот свои собственные правила, тогда нам будет легче в этой парадигме двигаться, то есть садиться в свой собственный вагончик. Что я сказала, говорю себе, да, и сказала себе, что, боже мой, сбиваюсь, свой собственный вагончик, так, давай, Оля, в свой собственный вагончик, свой собственный вагончик. Каждый из нас, каждый человек, который приходит Ну вот смотрите, есть разные породы собак Давайте такой пример Есть разные породы собак Вот у меня живет, например, Джек Рассел дома Джек Рассел же не убивается, что он не овчарка Ну у него нету таких мыслей Он каждый раз, соприкасаясь на улице с овчаркой, с мальтипу или с пуделем У Джек Рассела нету истерики Джек Рассел понимает, что он просто собака или она собака У него есть какой-то там свой путь и так далее Ну какая-то своя жизнь У человека есть постоянная сравнительная характеристика Мы зачем-то себя постоянно со всеми бесконечно сравниваем Поэтому первое, что надо понять Вы пришли и у вас есть свои уникальные таланты И своя, абсолютно свой путь Вот свой энергетический код и свое такое Короче, своя история, с которой вы родились Вот ваш личный сценарий вашей сказки В чем опасность? Когда вы, вот давайте вы Золушка Например, вы Золушка Когда вы пытаетесь сыграть роль А вам очень нравится сказка про Марью да Ивана И вы хотите стать Марьей Начинают путаться сценарии и смыслы Помните, нам в детстве показывали разные мультики Где герои пытались поменяться местами Или где они там все смешивались В Красной Шапочке и Диснеевской такое есть В Шреке есть То есть, когда начинается какая-то белиберда Так вот вы должны понимать Что вы пришли в этот мир Это лучший сценарий, который вы можете себе придумать Вы пришли в этот мир со своим гениальным планом То есть, вот вы посланы для этого И ваша задача с помощью своей интуиции Распаковывать себя С помощью ваших талантов Рассматривать себя Не пытаться стать кем-то Не пытаться перейти на чужую линию судьбы Потому что, когда мы с вами пытаемся перейти На чей-то чужой сценарий В нашем собственном начинается ломка У нас же есть еще один такой интересный, уникальный момент Мы всегда думаем Как в чужой тарелке лучше Помните, когда смотришь И вот именно тот круассан дайте Вам круассан дали Вам кажется, что на витрине остался круассан больше, лучше, свежее А вам дали не этот И у нас постоянно есть такой сценарий Что у кого-то лучше У кого-то по-другому У кого-то все идеально У меня был такой период в жизни Я об этом рассказывала Когда я докапывалась до чужих проблем С целью того, чтобы доказать себе Что проблемы есть у всех Ну такой смешной период Но, наверное, его надо проходить Мне становилось легче От того, что я узнавала, что у других людей есть проблемы Да, знакомая история То есть я Ну это был такой мой путь развития Наверное, не совсем роста, но развития В тот момент, когда ко мне наконец-то дошло осознание Что у каждого человека есть абсолютно своя история И в ней есть все в этом сценарии Вот все И счастье, и проблемы, и так далее И что каждый человек Как, знаете, как рожденный с набором лего Сам создает это с помощью своего мышления Мне стало легче И я поняла, что я сама могу построить свою жизнь Такой, как захочу Потому что у меня есть абсолютно все детальки И то, чем я могу управлять Это мое мышление С помощью которого я это и делаю И если я сейчас буду с помощью своего мышления Завидовать Залазить в чужие жизненные истории Соревноваться с кем-то Я просто растрачиваю свое время И свой личный потенциал Я хочу, чтобы вы это перемотали Переслушали 25 раз Пока вы не поняли, о чем я вам говорю Потому что, когда это осознание зайдет в вашу голову Вы перестанете мучиться тем Что вы проживаете И у кого-то что-то лучше, а вы не такой Вы можете сосредоточить У вас есть только один фокус Это как фонарик Вы можете сосредоточить этот фонарик На том, чтобы рассматривать жизни других А можете сосредоточить на том Чтобы освещать свой собственный путь По которому вы идете И выбирать для себя самые лучшие решения Те решения, которые сегодня вам кажутся лучшими Но проживать свою собственную жизнь Понимая, что у вас на пути может быть абсолютно все Что вы захотите И ваша ключевая задача Научиться хотеть для себя лучшего И мы снова сталкиваемся с задатком перфекциониста Я хочу для себя лучшее Значит, я не могу делать ничего другого Нет Смотрите Как получается лучшее Например, что нужно сделать, чтобы изобрести лучший рецепт сырников Утречка была Для того, чтобы изобрести лучший рецепт сырников Нужно делать много сырников Вы никогда не изобретете лучшее решение Вы никогда не достигнете чего-то Если не будете совершать много разных попыток И искать разные способы Я не знаю И если вы знаете Покажите мне этого человека Ни одного успешного человека Который бы сразу попадал в десятку Чьи действия были бы сразу вот такими, знаете, точечными Практически любой артист Давайте такая популярная тема До того момента, пока стать звездой Пел в ресторанах Занимался, был бэк-вокалистом Пел хер знает где В переходах Как мог До тех пор, пока однажды У нас, наверное, один из самых классных примеров Дима Монатик Пока однажды не становился звездой Которая собирает стадионы Но если вы изучите путь Димы Монатика То вы увидите, что У него на это ушло много-много лет Много-много лет Это не первая попытка Не первая какая-то история В которую он попал Любой успешный человек Это прежде всего человек Который действует по принципу Делать или не делать Он всегда выбирает делать И один из ста, двухста, трехста Его каких-то вариантов Срабатывает Просто потому, что он это делает Перфекционист Это не тот человек Который ни черта не делает Ожидая, пока придет лучший вариант Это тот человек Который делает миллион вариантов Совершает миллион шагов Проделывает миллиард ошибок Но в результате Когда он выстреливает Все видят только это Парадоксальность классная Крутая заключается в том Что когда вы становитесь Number One У вас что-то получается Никто не помнит ваших поражений Понимаете? Никто их не помнит Людям кажется Что вам просто повезло И никто это не высмеивает Когда вы достигаете какого-то результата Никто не смеется над вашими ошибками и неудачами Которых вы сейчас так боитесь А когда вы совершаете ошибки и неудачи То вас особо никто не замечает Нет такой группы людей Которая сидит в этот момент И вас обсмеивает Единственный, кто вас обсмеивает Это ваш слабый мозг А знаете почему он это делает? Я вам расскажу Потому что мозг априори лентяй Он привык действовать так, как он привык Так как это у него сложилось с детства Это то, что называется нашими программами Коренными убеждениями Человек состоит из набора привычек Я вам об этом говорю в каждом эфире И мы действуем так, как мы привыкли И когда мы хотим с вами совершить новое действие Наш мозг начинает бунтовать Почему? Ну представьте себе Сидит мозг Он курит кальян Он ведет свой образ жизни У него отросло пузико Он такой, знаете, ему нормально и хорошо Он каждый день знает Что вы делаете какой-то набор рутинных действий И он к нему привык Вне зависимости от того Это действия классные или не очень Он к этому привык И тут вдруг, в какой-то момент Вы ему говорите Так, у нас новая цель Мы должны с тобой стать номер один Мозг говорит Это что значит? А ты говоришь ему Это значит, что тебе придется бросить кальян Это значит, что тебе придется давать новые решения Это значит, что тебе придется стать другим Мозг говорит Ты что, охренела? Я не хочу становиться другим Нам и так с тобой хорошо Ты говоришь Нет, но у нас же есть задача Он говорит Да успокойся Посмотри вокруг Уже полно тех, кто лучше нас Нам все равно ничего не удастся сделать И мозг вступает с вами в жесткий диалог Потому что он не хочет ничего менять Ему так удобно Он так привык Ему не нужно Ему так окей И если вы не умеете работать со своим мозгом Если вы не включаете в себе кнопку дисциплина Не включаете в себе кнопки целеполагания И прочие красивые другие слова Которые превращаются в действия Ваш мозг побеждает Он начинает говорить вам Давай заболеем Он начинает переключать ваше внимание На какие-то другие вещи Притягивая Там у нас сейчас проблема Не знаю Ключ сломался Или там сейчас война Ваш мозг начинает активно подыскивать ту информацию Которая вас остановит Потому что он не хочет никаких изменений И он вас начинает пугать Мол все уже давно сделано Для чего нам это надо И если вы Еще раз говорю Не натренированный человек Вы не работаете со своим сознанием Вы не умеете управлять своим мышлением Ваш мозг очень быстро побеждает Он вас возвращает в ту фазу С которой вы начинали Вам знакома ситуация Когда вы поставили цель Решили, что вы этого добьетесь И через неделю вы слились У вас нашлось множество Вы это назвали знаками Вы это назвали не время Вы сказали, что у вас заболел ребенок Потому что на энергетическом уровне Вы начинаете излучать такую волну Вы говорите Я не хочу этого делать И притягиваете все ситуации Которые подтверждают Что этого делать сейчас не нужно И за счет этого Вы сидите И в сотый раз Пишите себе цель Пытаетесь сорваться с места И наконец изменить свою жизнь Стать тем человеком Которым вы будете гордиться Начать быть финансово независимым Начать заниматься спортом Но ни хера этого не делаете Находя этому классное оправдание Перфекционизм Я перфекционист Я не готов кое-как Так вот теперь Кому знакомо Пожалуйста Напишите мне какие-то плюсики Чтобы я понимала Что тут есть такие люди Кто понимает меня Да, спасибо Так вот Очень важный момент Который нужно понимать Что любой человек успешный Это человек Который постоянно действует Это очень важно Постоянно действует Запуская в мир Разные гипотезы На тему того Как достичь своей цели Человек, который каждый день Уж примеры лезут в голову Стыдно сказать Знаете, как стабильно Ебашат русские ракеты По Украине Вот так же стабильно Человек ебашит Каждый день Свои новые гипотезы И пробы Что он может делать В чем есть плюс Во-первых Когда вы приучаетесь К регулярным выпускам Вот этим своим У вас Вы меняете свою привычку Вы привыкаете регулярно действовать Когда вы начинаете Задумываться над тем Например Может не просто пулять ракетой Может все-таки цель наводить Может вообще понимать Причинно-следственную связь Чего я хочу добиться Когда ваши цели Начинают Когда точнее Ваши запуски Начинают иметь цели Вы становитесь Немного умнее То есть у вас Начинают проявляться Какие-то более точные попадания Иногда вы куда-то попадаете У вас что-то происходит И в какой-то момент Что-то Попадает точно в десятку Даже стратегия Вот таких действий Нужно понимать Что люди Которые Выигрывают джекпот Это не люди Которые знают Супер секрет Это люди Которые регулярно Покупают Лотерейные билеты Понимаете Что важно Вот знать То есть Ваша задача Понимать Чего вы хотите И регулярно Действовать В этом направлении Не думая о том Делаете вы Правильно Неправильно Ну не то чтобы не думая Но если вы изначально Не можете сдвинуться Вы должны запомнить Что любое Сделанное действие Имеет сильно больше шансов Чем любое Несделанное Это ваша ключевая задача Действовать Каждый день Вот я Делаю очень классные рилсы Как по мне Кто похвалит меня Больше всех И вы их внимательно Слушайте пожалуйста Потому что в маленьких Вот этих минутках Я даю очень классные инструменты Один из них Называется Синдром Ой как я это назвала Синдром Маленьких шагов Не помню Короче Правило Маленьких шагов Что когда вы Каждый день Совершаете Какое-то Ключевое Одно действие Но каждый день Вот смотрите Сегодня воскресенье Утро У меня сегодня Прямой эфир С вами Я могла бы Это время провести Как-то иначе Поверьте Есть миллион способов Но я-то знаю Какие у меня Есть цели И задачи Поэтому каждый день Я совершаю Какой-то Конкретный шаг В направлении Своих целей И вот этот Синдром Маленьких шагов Он всегда Он является для вас Как бы канатом Вы каждый день Совершили действие Закрепились Совершили действие Закрепились А ваш канат Где-то там Я не знаю За 3-9 земель Но он Прикреплен К вашей ключевой цели И вы четко знаете Что вы каждый день Совершаете действие Которое помогает вам Двигаться К вашей цели И когда вы начинаете Совершать по одному действию Вы заметите Что уже через месяц Это будет 30 действий А значит Вы очень классно Продвигаетесь Вы идете В своем темпе Со своим пониманием Но вы двигаетесь Синдром перфекциониста Опасен тем Что человек Не понимая Как это сделать Круче всех Не делает этого никак Вот в чем опасен Этот синдром И еще раз говорю Когда вы Вы можете Вот я изучаю людей Например Я люблю наблюдать Изучать людей Близких Которые там Чье интервью я могу посмотреть До кого я могу дотянуться И я все время вижу одно Что все люди Все у кого что-то получается Это люди Которые много пробуют 99 их действий Неправильные Не приносят результатов Которые бы сделали их вау Но каждое это действие Оно тебя меняет Оно тебя делает Оно вырабатывает в тебе Качество Системности Дисциплины Оно дает тебе Те качества Которые тебе нужны Для того чтобы То единственное действие Которое в какой-то момент Срабатывает Чтобы ты мог сделать Его уже на полную Понимаете Меняется ваше Не только физическое Оно и ментальная форма Но и ментальная форма Потому что если вы не умеете Терпеть поражений Не умеете терпеть ударов Не умеете придумывать новое Не умеете быстро принимать решения Не умеете быстро переключаться Менять ход направления Не умеете креативить Вы не в состоянии подняться На ту высоту Которую вы себе ставите У вас сегодня нету То чего вы желаете Потому что вы не являетесь Тем человеком Который это может иметь Не потому что вам не повезло Потому что те у кого Классные аккаунты Пилят контент каждый день Потому что те у кого Много учеников на тренингах Постоянно над собой работают Постоянно развиваются Постоянно сами обучаются А вы сидите и думаете Что вы такой талантливый Вы же гораздо больше и лучше знаете Но ни хера не делаете Потому что внутреннего стержня У вас нет Вы его не накачали Он у вас как бы есть Понимаете У вас как внутри Матрас есть На котором плавать Но насосом Вы его не накачиваете И вот вы сидите И не понимаете У вас же матрас Гораздо лучше Он у вас гораздо круче Но почему же тогда другие Как мы любим говорить Ну они же вообще Тупые Дурные Там вообще ничего не знают Да посмотри Как она выглядит И у них все хорошо Потому что еще раз Их внутренняя прокачана Они каждый день Тренируются Вы можете смеяться С них Обсуждать их Но они делают Это то, что отделяет Перфекциониста От человека победителя То, что перфекционист Сидит и собирается С мозгами Как же сделать лучше всех А тот, который делает Чаще всего Не самый умный Не самый красивый Не самый талантливый Да, но он просто херачит И вы знаете Иногда мне даже казалось Что вот Есть такое выражение Да, точнее не выражение От книга Грибоедова Да, по-моему Грибоедова Горе от ума И вот эта фраза мне очень нравится Потому что когда ты начинаешь становиться Сильно умным Слишком много анализируешь Слишком много думаешь Ты теряешь главное Ты теряешь скорость Действия Сегодня такой мир Мы с вами живем в новых правилах И хотим мы этого или не хотим Нам нужно действовать Вот знаете Я сейчас замечаю И за собой И за своими некоторыми подругами Разглагольствование На тему того Что жить нужно в реале А не в сети С одной стороны Да Нам действительно Мы очень сильно переселились в сеть Особенно люди Которые регулярно Как говорится Пилят Создают контент Да И есть такое ощущение Что ты очень много всего Выкладываешь Делаешь А надо жить сегодня Но Так получается Что для большинства из нас Сегодня инстаграм Является Каналом продаж Да Это наш основной канал продаж Своих услуг Своих тренингов И если я пропадаю Из инстаграма Ну вот например У меня так Если я пропадаю Из инстаграма То соответственно Пропадает Ну как бы Коннект С моей аудиторией Это время Да То есть Время которое занимаю Я Занимает кто-то другой Это нормально Наша память Сегодня она такая Мы раньше в инстаграме Конкурировались С конкурентами Прямыми Да По нише А сейчас мы конкурируем Со всеми С колбасой С одеждой С чем угодно Потому что Мы просто Идет конкуренция За захват внимания Кто захватит Внимания Сегодня больше Да Так вот Мы сегодня Где-то Лукавим Когда говорим Что мы хотим Отключиться От соцсетей И типа И позволить себе жить Мы хотим Тут нету лукавства Но мы не можем Потому что Это сегодня Наш канал продаж Потому что Те кто ходит На обычную работу Они продают Своё время Продают своё время Конкретным людям Конкретной компании Если ты сам творец То ты должен сам Продавать себя И поэтому Ты не можешь Себе позволить Роскошь Исчезнуть На все века И типа Заняться собой Своим внутренним миром В этом случае Ты перестал работать Ну то есть Как бы Очень такая Связанная вещь Поэтому я Например Убрала От себя Пункт Страдания На тему того Что я Там Например Не имею Каких-то Выходных дней Я убрала Страдания От того Что я Могу Чего-то Там Не успеть Я решила Просто Выбрать Для себя Состояние Удовольствия Как Часть Своей жизни И Именно С позиции Удовольствия Выбирать Чем я хочу Заниматься Какой вид Работы У меня будет С кем я хочу Дружить С кем я хочу Работать Кого я хочу Консультировать Где я хочу Проводить Время То есть Это для меня Такой главный Барометр Который Находится Постоянно Я себе Задаю вопрос Тебе это Нравится Или нет Если тебе Это нравится То страданию Здесь не место Если мне нравится Вести прямой эфир То сейчас Сидеть и сокрушаться О том Что я должна Это делать Воскресенье Я не буду Потому что Я это делаю С удовольствием Сейчас у меня После Этого эфира Две консультации Я веду В 11.30 В 12.30 То есть Полдня У меня сегодня Абсолютно Рабочих Потом по плану Записать еще Видео урок Потом еще Потренироваться И потом Золушка Может идти на бал Так вот Я перестала По этому поводу Страдать Я понимаю Что это те Ежедневные шаги И цели Которые ведут меня К тем Большим моим мечтам И целям Которые есть В моей голове И я хочу Чтобы вы Это осознавали И понимали В своей жизни Что только Ежедневные действия И удовольствие От получения Того Что это и есть Частью вашей жизни Развитие Развитие Через ваш бизнес Через вашу работу Развитие И ход вперед Могут Давать вам Жизненные результаты А когда вы Сидите В классной машине Но не заводите ключ Потому что боитесь Что вы не поедете Сейчас на дороге Лучше всех Это уже Большая проблема Я видела вопросы И сейчас вернусь Чуть-чуть назад Вы можете пока поспрашивать Не в тему Но если выгорел Как вернуться в струю Достаточно ли Дисциплины действия Смотрите Всегда нужно решать Проблему Да То есть Если выгорел Надо понять А что выгорел Какие действия Меня привели К выгоранию Что сейчас Может быть у вас Хреново Что-то в личной жизни Да И для вас Это утечка То есть Вы туда можете Наливать сколько угодно А у вас дырка В вашей лодке И оно будет вытекать Нужно решить проблему Или например Вы занимаетесь Не тем делом Которое вам нравится Или вас окружают Не те люди Или вам не нравится Место В котором вы находитесь И вас это Постоянно раздражает Нужно изначально Установить проблему И устранить ее И как правило Вопрос энергии Решается автоматически Я уже говорила о том Что новая цель Всегда зажигает нас Сегодня кстати выйдет У меня по-моему на эту тему Классное видео На ютюбе На ютюбе у меня Каждую неделю Выходит новое видео Смотрите Оно в разрез идет У меня разный контент Везде Какая я молодец Вот что я наконец-то Это сделала Так вот Когда у нас появляется цель Классная Что-то в жизни Что нас драйвит У нас приходит С этим и энергия Когда энергия уходит Надо понять В чем причина ее утечки Поэтому попробуйте Поискать И я думаю Что вы сможете Это решить Так Еще тут где-то Видела Вопросы Я же люблю вас Оставлять с ответами На вопросы Где-то видимо далеко В вопросе Раз я его потеряла Ага Кто-то тут добавил Это было Это было какое-то Дополнение Сейчас Ребят Или же смотреть Что кто-то С твоего окружения Не двигается Не создает Поэтому и тебе Комфортно так жить Ну, кстати, да Это, конечно, отдельная Немножко тема Но действительно В перфекционизме Очень сильно влияет Вообще В продвижении Очень сильно влияет Наше окружение И когда вокруг меня Я, например, всегда Стараюсь себе собирать Сильное окружение Причем, еще раз Окружение собирается Не только из тех С кем я общаюсь В офлайне Мое окружение Это то, кого я слушаю На кого я подписана Чьи касты я прохожу С кем я общаюсь У кого я консультируюсь То есть я сама По кирпичикам Создаю свое окружение И загружаю в свой мозг Ту информацию Которая Меня развивает Я не общаюсь С людьми Которые рассказывают О своих личных проблемах Бесконечно Я не общаюсь С людьми Которые Бесконечно Кого-то обсуждают Я не общаюсь С людьми Которые постоянно Говорят про войну И там Про трагедии У меня нет В окружении Таких людей Я могу Обсудить эти темы 5 минут Но дальше Нет Потому что я понимаю Что это то Что меня разрушает Я в таком состоянии Не могу ничего делать Я очень сильно Беспокоюсь Как о своей физической форме То есть мне надо Чтобы я была Встроенная Подкачанная И так далее Точно так же Я беспокоюсь О своей ментальной форме Потому что Если я просыпаюсь В состоянии страха Если я просыпаюсь В состоянии Ничего не хочу делать Это опасно Это опасно Для моих близких Это опасно Для моих детей Потому что мама Перестанет работать Это опасно Для моих клиентов Которые платят мне деньги Доверяют мне Учатся у меня А тут я такая Извините Не в ресурсе Поэтому я очень серьезно Слежу за тем Кто меня окружает И как только я вижу Что в моем окружении Появляются Какие-то такие люди Я от этих людей Сразу же отказываюсь И перестаю с ними Общаться напрочь Ну просто Я же имею право выбора Конечно имею И я в данном случае Абсолютно беспощадно Я совершенно не думаю О том Что они обо мне подумают Понравлюсь я им Или нет Я знаю Что подобное Притягивается к подобному Я обязательно найду людей С которыми я буду На одной волне С которыми мы будем Понимать друг друга Например Все мои подруги Это такие девушки С которыми мы можем Общаться раз в месяц Можем чаще Можем реже Но когда мы общаемся Наш разговор Никогда не начинается Со слов Ну почему ты пропала Почему ты обо мне забыла Я никогда не перекладываю Свой груз на подруг Когда я общаюсь с подругой Я несу ей то классное Что у меня есть Я спрашиваю Как ты Что я могу для тебя сделать Если она Вижу хандрит Я ее всегда подбодрю То есть я всегда Стараюсь Своему другу Дать что-то классное А не перевесить На него рой Своих проблем И страхов Любая моя подруга Которая спрашивает Как ты сейчас в Киеве Например А она не в Киеве Я ей всегда говорю Офигенно Классно Я всегда рассказываю Все лучшее Что у меня есть Чтобы зарядить ее Чтобы наполнить ее Чтобы она знала Что при соприкосновении Со мной Она погружается Не в рой проблем А ей становится лучше А ей становится лучше Это очень важно Потому что у нас Очень часто Друг это человек Почему-то Которого надо Окунуть в помой Тебе человек позвонил А ты на него Вылил вообще Все что только смог Зачем Для чего это делать Так Что-то пишете Вижу Поэтому включаюсь Я просто не поняла Как важно То самое окружение Вот теперь распаковка Пошла Так Здорово Так Спасибо Классно Поняла Что мой первый Заключается в том Что каждый день Выставляя посты А потом один день Пропустил Все идет под откос Но я с этим работаю На самом деле нет На самом деле Ксю Надо понимать Что нету никакого Откоса Например Вот смотрите Я там Начала создавать Рилсы То есть Поставила себе Такой план Что я создаю Регулярно рилсы Потому что мне нужно Выработать в себе Эту привычку Нету У меня такой привычки Делать рилсы Это определенная работа Надо придумать Снять Смонтировать Но сейчас я например Делаю новый курс Я пишу в день Достаточно большое Количество видео Мало того Мне очень важно Чтобы эти видео Были классные Наполненные Энергетически наполненные Не только информационно И поверьте Это занимает время Учитывая что в Украине Ну в Киеве Тоже в частности Отключается свет То есть у нас Не всегда есть свет А я работаю Со световыми приборами Как вы видите И это как бы нюанс И я вижу Что я не всегда успеваю Пилить эти рилсы Или там посты Но я ставлю На приоритеты Я понимаю Что сейчас для меня Например Гораздо важнее Сделать классный курс Чем выпустить Вовремя рилс Ничего страшного Не случится Я всегда себе задаю Глобальный вопрос Что страшного случится Ничего Поэтому очень важно Брать такой темп В котором тебе комфортно Мы с тобой об этом говорили И если я например Сегодня чувствую Вдруг Что я вообще Ничего не могу делать Значит я выбираю Для себя Я выбираю для себя Что-то маленькое Потому что вообще Ничего Это прям не будет Плохо совсем Я что-то маленькое Делаю Причем это маленькое Может быть тем Что я сегодня Целый день Слушаю контент Читаю какие-то книги Которые хотела почитать Наполняюсь Наполняюсь мыслями Наполняюсь энергией Таким образом Моя голова Моя голова начинает Работать в этом направлении То есть я не лежу Подыхаю Смотрю новости Жру И потом мне еще хуже А нет Наоборот Я наполняюсь И после этого Я сажусь И записываю Там видео И так далее Но если я чего-то Не успеваю Ничего страшного В этом нету Я сейчас работаю Над тем Чтобы перестать Себя винить За то Что я чего-то Не сделала И начать получать Так же удовольствие В моменте То есть если я сейчас Нахожусь на романтическом свидании Я должна получить От этого удовольствие А не постоянно Думать о работе Если я сейчас Нахожусь со своими детьми То эти 10 минут Я должна быть Со своими детьми А не постоянно Думать опять О том Что я не сделала Если я гуляю с собаками Я даже стала телефон Оставлять Для того чтобы посмотреть Как гуляют мои собаки А не проходить в это время В решении каких-то проблем Записывания аудиофайлов И пропускать все То есть На каждом моменте Хочется учиться Концентрироваться Даже когда я мою волосы Я стараюсь чувствовать Там пальцами Как я массажирую Что я ощущаю при этом То есть Чтобы каждый момент Который я проживала Он старался быть настоящим Вот сейчас я Например Над этим работаю Это такой тоже Важный момент И когда я Ложусь в кровать Я обязательно стараюсь Почувствовать Или делаю медитацию Практику Я обязательно стараюсь Почувствовать Что я ложусь Как расслабляется Мое тело Как я дышу Ментальные практики Очень важная часть жизни Когда я чувствую Что я говорю Когда я записываю Блокнот Свои мысли Когда я пишу Дневник благодарности Когда я пишу Дневник Для исполнения желаний Заполняю Я в этот момент Фокусируюсь На нынешнем моменте Не живу В дерганом состоянии А нахожусь И кайфую От этого Так Что за курс Будет скоро Узнаете Кстати По поводу курса Во вторник Я запускаю Недельный курс Который называется Суперрывок Если вам интересно Это второй раз Я его сейчас запускаю Вот этот курс Нужен для того Чтобы Я его как раз сделала С той целью Чтобы научиться Ставить себе Недолгосрочные цели В период Полной неопределенности Потому что Я в прошлом году Столкнулась С такой проблематикой Когда я поняла Что очень тяжело Что-то планировать Когда непонятно Вообще Что происходит В какой стране Ты окажешься В каком месте Ты окажешься В каком городе С какими людьми рядом То есть Настолько сильно Вот эта вся история Военная Конечно Нас труханула Что было очень страшно Вообще что-то строить Но тем не менее Я же как человек Который все время Работает над этим Ищет варианты И возможности Простроила для себя То каким образом Я живу сегодня Как я сегодня Ставлю цели Двигаюсь Достигаю И мне очень важно Все время понимать Что у меня в жизни Нет пауз То есть пауз Который бы Знаете Я сказала Ну этот год Прошел мимо Потому что Или этот месяц Прошел мимо Вот поэтому Очень классный Марафон и курс Он очень деятельный И там К каждому заданию Я бы сделала Специальные чек-листы Которые С помощью которых Мы очень быстро Можем себя Встроить в рельсы Я это называю Поставить свой пояс На рельсы Чтобы понимать Как тебе жить дальше У меня сейчас Проживать свою собственную жизнь Это совершать набор действий Вне зависимости от того Кажутся они нам Правильными Неправильными Классными Непластными Если мы хотим С вами двигаться Нам нужно Задавать себе Некий темп Мы должны с вами Понимать Что наш мозг Лентяй по природе И он всегда будет Находить нам Отмычки И разные причины Для того Чтобы не делать Не действовать Останавливать нас Просить нас больше Отдохнуть Направлять нас В другие стороны Посмотрите на свою жизнь В целом И представьте Как она будет выглядеть Через полгода Если вы продолжите Делать те действия Которые вы делаете сегодня Сможете ли вы Достичь какие-то Свои цели Сможете ли вы Получить что-то новое Есть ли в вашей голове Такие отмазки Как Сейчас не время Сейчас война Сейчас бы просто выжить Сейчас надо подождать Сейчас нет денег Все это ваши жесткие Ограничивающие вещи Я хочу, чтобы вы поняли одно Что вне зависимости от того Какой выбор мы с вами делаем Всегда будут люди Которые сделают другой выбор И всегда через полгода Пока вы будете сидеть и ждать Появятся те Кого вчера еще вы не знали Появятся те Кто сделают то Чего хотели сделать вы Появятся те На кого вы будете смотреть И думать Блин Ну как же так Он сделал Он не побоялся У него получилось А вы будете опять сидеть И ожидать лучшего момента Лучшего периода Нету таких моментов Самый лучший момент Это сейчас Самые лучшие Ваши решения Это взять И начать делать Начать действовать Не бояться И не думать Кто и что о вас скажет Ни один человек Который достигает своих целей Никогда не будет критиковать другого Потому что он будет вас уважать А люди Которые сидят на диванах Люди Которые только критикуют Люди Которые вас пытаются От всего уберечь Это люди Слабаки Это люди Может быть Это ваши родители Может быть Это ваши Не знаю Там Мужчины Женщины Не имеют значения Это не значит Что они плохие Просто вы должны понимать Что человек Который достигает Человек Который пробует Никогда не бросается Камнями в других Ну такое правило Существует Просто потому что Он уважает вас Он уже знает Каково это Критиковать могут Только те Кто ничего не делают А оправдание Вроде Я же за тебя беспокоюсь Я хочу Чтобы тебе не было больно Ну это Оправдание И собственной бездеятельности В том числе Когда человек Который ничего не сделал Пытается уберечь вас От того Чтобы вы что-то сделали Он таким образом Оправдывает себя Он как бы говорит Я ничего не сделал Потому что я Боялся допустить ошибку Потому что я боялся Что я не буду Достаточно хорош Вы никогда Не будете достаточно хороши Если не приучите себя К действию Когда вы научитесь действовать Вы научитесь быть разными Вы научитесь принимать разное Вы научитесь понимать Что кайф не от того Что вы самый лучший Кайф от того Что вы идете Понимаете То что ты бежишь В окружении людей Которым не все равно Находишься в этой компании Это уже достижение И не суть важно Прибежишь ты на марафоне Первый или сотый Вопрос в том Пробежишь ли ты этот марафон Отважишься ли ты это сделать Будешь ли ты тренироваться Станешь ли ты одним Среди тех Кто бежит Или нет Вот собственно и все На этой прекрасной ноте Я еще раз всех приглашаю На марафон Супер рывок Давайте побежим с вами вместе Там совершенно небольшая стоимость Вот абсолютно недорогой Но очень мощный Классный продукт Во вторник стартуем Всем остальным Хочу сказать спасибо Я буду вам очень благодарна Если вы поделитесь этим эфиром Если вы его сохраните Для меня это очень важно Чтобы ваши друзья смотрели Чтобы больше людей Просыпалось Чтобы больше людей Получали удовольствие От своей жизни Переставали бояться Переставали ждать А начинали создавать Свою классную жизнь Поэтому пожалуйста Сохраняйте Репостите И оставьте пожалуйста Комментарий Если вам нравится этот эфир Я вам честно скажу Для меня всегда является вопросом Проводить эфир или нет Сколько их сейчас смотрят Потому что охваты у эфиров Длинных значительно меньше Чем у рилсов Безусловно Но тем не менее Когда вы оставляете мне комментарии Когда я вижу Что вам это нужно Конечно меня это мотивирует Поэтому я опубликую эфир А с вас попрошу Немножко поддержки Всем классного дня Хорошего воскресенья И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok